всем привет девчонки сегодня в таком увеличенном виде потому что я и буду делать видео о том как нарастить себе ресницы притом пучковые ресницы будем наращивать такие вот с алиэкспрессовые ресницы на них я оставлю ссылочку 12 10 попробуем начнем с 12 приготовила я здесь значит палочки браши у меня нету нужны браши конечно наращивание себе нужны браши у меня браши нет у меня есть обезжириватель и иск все заказала самое что подешевле так попроще пробовать клей иск тоже для наращивания ресниц самой себе вот пока открывала его крышечку переставлялся он испачкалась естественно дебондом я тоже заказала для снятия ресниц мало ли что не получится первым делом надо обезжирить свои собственные ресницы а вот такой вот еще принцетик у меня конечно если есть у вас плоский лучше у меня такой первым делом надо обезжирить леснички свои броши нету уже сказала обезжиривать палочкой сейчас наверное возьму еще зеркальце что-то я призабыла что надо из зеркальца взять как всегда батарейка садится сейчас может несколько штучек покажу поэтому результат уже вам сниму так обезжиривателем обезжириватель просто спиртиком пахнет я думаю это и есть спиртик вот все обезжириваю леснички свои а это точно спирт Все обезжирили. Теперь нам нужно куда-то капнуть клей. Чтобы потом вмокать. Чтоб клей у вас не засыхал, вы капните клей и рядом с ним еще положите ваточку. Клей капнули. Теперь пинцетиком. Вот я клей капнула сюда. Пинцетиком берем ресничку. Вот ресничку с пинцетиком взяли. Вот так вот ее поддеваем. Что это? Вмакиваем. Вмакиваем вот этой стороной. Не вот этой вот. А вот этой. Вмакиваем. И вот так вот под свои реснички мы ее приклеиваем. Все это надо делать очень быстро. Клей глаза щипет. Я вам скажу, что клей заметно щипет глазки. Я, наверное, слишком долго ложусь. Уже, наверное, не приклеился. Прям поднести к глазам страшно. Отниматься. Вау. Запах такой идет. Это ужас. Красно. Ой, пустьES. Уф! Уф! А-а-а-а-а-ла! Ну вот примерно вот так, еще я вот не взяла ничего, чтобы махать, чтобы он высыхал, он долго сохнет, испарения от него идут и глаз начинает слезиться. Красота требует жертв. В общем этот клей ищите как он гипоаллергенный. Я знаю, что они очень дорогие, может от 900 рублей и выше гипоаллергенный клея. А этот вот такой, ну непростой конечно. Следующую ресничку берем, макаем опять, вот так вот макаем и делаем симметрично на другой глазике. Не выдерживаю вот этого всего. То, что... То, что от него такой запах глаза. Макаем. 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 Вот, второй глазик опять делаем. Ну вот, девчоночки, нарастила я реснички. Ну, как вы видите, даже, вы можете сделать, конечно, погуще. Можете сделать даже просто вот уголочки и не делать ничего. Но я сделала вот так вот. Не знаю, как вам показать. Может видно. Я попробую сделать еще фотографию, чтобы для сравнения. Ну, я думаю, все вышло прекрасно. Не хуже, чем салонное наращивание даже получилось. И самой себе. Сейчас еще подробно я покажу, как я все это делала. И клей, конечно, немножко плоховатый я купила. И клей вот этот вот, он, вот еще раз покажу вам. Очень раздражает он глазки. Очень. Поэтому тяжеловато делать самой себе. Ну, главное, не старайтесь прилепить их прям аж к слизистой, очень близко. Иначе, когда вы будете умываться, вам будет дискомфорт от этого. Просто подальше. Также ресницы можете либо все клеить двенадцатый, но я делала двенадцатый номер и, по-моему, десятый или девятый. Двенадцатый, девятый, по-моему, где-то вот так вот я клеила. Еще у меня есть восьмой номер, и его я не делала. Где-то что-то либо отклеится, либо что. Ну, в общем, даже вот он щипет, клей этот, ну, к нему можно привыкнуть. Первый раз кажется, что это сильно, а потом уже все, как будто так и надо. И просто лепите, и все. Ну, я сделала не очень густой объем. Можете сделать поближе друг к другу. Ставить я делала на промежутке. Вот даже видно, какие промежутки. Даже можно посчитать. Один, два, три, четыре, пять двенадцатых и пять девятки, наверное, десятки. Смотрите, как она. Тут вот то же самое. Один, два, три, четыре, пять таких и пять таких. Ну, сильно эффект я не делала, чтобы прям аж густота была. Просто длины чуть-чуть добавила. И все. Вот так вот это снизу так смотрится. Я думаю, не хуже салонного наращивания. Хорошая альтернатива. Не надо записываться, никуда ходить. Просто сделал дома и свободен. Мне понравилось. Так, сейчас я подробненько расскажу, как что было. Это был мой первый опыт. Так что, девчонки, не бойтесь экспериментировать. Делайте себе наращивание. Ну, все, что хотите. В жизни можно попробовать все. Ну, в пределах разумного, конечно. Ну, вот. Я смогла. Я думаю, и вы сможете. Да, еще надо вот, когда берете, вот ресничку. Сейчас я вам покажу. Саму ресничку, когда берете. Вот вы взяли этот пучок реснички. Вот он у нас загиб, вот так вот идет. Не вот сюда клей наносите, вниз. А вот сюда, наверх. Чтобы потом вот так вот, вот так вот это все взять. И приклеить к низу своей ресничке. Надеюсь, понятно объяснил, да? Так приклеиваете и все. Вот, ну, вот этот вот пинцет мне очень понравился. Очень удобный. Вот так вот его прям раз. И реснички все туда. Вот так вот, таким образом я управляла. Подклеивала их. Ты все продолжаешь еще или? Да, я все еще продолжаю. Так, сейчас я вам покажу инструменты. И как что у меня тут выглядит. Так, вот у меня это реснички. 12 номер. Накладывала я, значит, вот здесь такая вот планочка. Вот так вот пинцетиком. Сюда вот я капала клей. Вот так вот пинцетиком я брала. Ресничку. Вот так вот я ее обмакивала. И вот тут вот протирала. Лишнего клея нам не нужно. И уже потом подставляла вот это все на ресничку. Так, это вот у меня 12 номер. Восьмой, как вы видите, я им даже не воспользовалась. И вот этот вот девятый. Но они уже, видите, они уже другие по форме получаются. Больше всего, конечно, вот эти вот реснички, я вам даже советую. у них как бы такая плоская основа, ну, на которую наносится клей. Она мне больше всего понравилась. Вот. Вот смотрите. Вот. Вот это плоское. плоская основа там, которая это вот безузелковые. Обязательно, девчонки, берите безузелковые. Реснички безузелковые. Чтобы их отсюда снять, мы берем их за корешок. Вот за этот корешок. И они спокойно снимаются. Вот этим пинцетиком. Потом ложим рядышком. Вот тут вот. И берем, как чтобы удобно уже было их обмакивать в клей. И цеплять на свои ресницы. Вот так вот. Ссылочку под ресницы. На ресницы я, конечно же, оставлю. Можете пройти. Но если хотите, вот. Я могу оставить ссылочку, конечно, и на клей. Он не очень-то дорогой. Клей. И на дебондер. Но без дебондера, девчонки, даже не пытайтесь начинать делать себе. И вот обезжириватель. Для ресниц. Тоже и риск. Обезжириватель для ресниц. Здесь уже бондер. Тоже и риск. Все вот эти продукты я не знала, конечно, какой клей нужно брать для ресниц. Но взяла вот такой. Теперь буду знать, что лучше взять подороже. Гипоаллергенный. Ну, в принципе, я уже натренировалась вчера и с этим клеем. И мне все понравилось. Также вы можете сделать только уголочки, нарастить себе. Но носиться, как все будет, я думаю, долго. Потому что сцепка у этого клея очень хорошая. Нет, клей в обращении для новичков очень мне понравился. очень. Не знаю, как. В обращении мне понравилось. Я все успевала. Я успела все наклеить. Я успела поплакать. В общем, кусочек видео поставлю. Ну, вот. Вот на этом все, девчонки. Кому было полезно мое видео. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Жду вас. А, еще не забудьте подписаться на инстаграм. Пока-пока.